Традиционно в первую субботу ноября отмечается Всемирный День Мужчин. Сегодня мы вышли на улицы столицы для того, чтобы узнать, какой же он идеальный мужчина и какими качествами он должен обладать. Вы можете назвать известного мужчину-белоруса, который для вас является эталоном мужественности. Спортсмен, кто угодно, политик. Александр Глеб. Парень, который ведет передачу «Я хочу это увидеть», на байке ездит. Бевец, спортсмен, политик Александр Егорович Лукашенко. Ну, конечно, конечно. Мой сын. Александр Медведь. Мой муж. Для меня, наверное, эталоном мужественности и силы является Мясникович Михаил Владимирович. Александр Егорович Лукашенко. Пример мужества, харизматичности и показывает свою любовь к родине. Какими качествами должен обладать идеальный мужчина? Ответственностью. Это самое главное, что должно быть у мужчины. Если есть чувство ответственности, со всем остальным он в жизни справится. Уверенность в себе. Эмоциональная стабильность в спокойствии. Смелостью, характером мужским. Обязательно, это очень важно. Ответственным должен быть честность, порядочность, открытость. Добрый, ответственный, постоянный. Мужественный, с чувством юмора. Юмор, честность. Заботливый, любящий. Честность, порядочность и верность. Какая профессия, по вашему мнению, самая мужская, самая подходящая для мужчин? Мне кажется, чувство собственного достоинства у мужчины зависит не от вида профессии, а от его возможностей, которые она ему предоставляет. Ну, мне кажется, если он работает, то это уже хорошо. Они сидят у мамы дома. Мне кажется, это слесарь, потому что я сам работал с слесарем. Наверное, строитель. Почему? Ну, потому что это с Египта еще пирамиды строили. Врач. Ну, потому что он сильный, он уверенный в себе. Он не боится. Давайте автомеханик, потому что мой муж автомеханик. Что пожелаете мужчинам в этот прекрасный день? Оставаться мужчинами. Здоровья, найти свою половинку, быть счастливым и дарить людям добро. В общем, после опроса нам стало понятно, что идеальный мужчина у каждого свой. А какие качества важны вам? Пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!